Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Сегодня опять поговорим о книге «Второзаконие». Тема нашего сегодняшнего разговора – глава 27. В этой главе мы находим начало очередной третьей речи, которую Моисей, вождь Израилев, его спаситель, дает, озвучивает, преподносит народу Божьему Израиль, находящемуся за Иорданом и готовящемуся перейти Иордан, чтобы начать завоевание Божьей земли Ханаана. Конечно же, в этих речах, во второзаконии, второй раз повторяется нечто самое важное, самое существенное, самое неприходящее, что изложено во всем законе Моисеевым, в разных местах. В книге Левит, книге Сход, книге Числа и так далее. Так вот здесь, во второзаконии, все это выражено в таком более лаконичном, более емком, даже в чем-то более систематичном виде. Итак, глава 27, начало этой третьей речи Моисеевой, и в этой речи есть очень сильные главы. Ну вот, например, глава 28 очень часто цитируется во время проповедей, во время катехизации, и там есть такое известное противопоставление благословения и проклятия. Да, вот есть два пути, ты можешь идти по пути одному, и тебя ждет тогда благословение, или другому, и тебя ждет проклятие. Да, выбор этого пути зависит от тебя взрослый, образованный, израильтянин, еврей, часть ветхого, либо нового Израиля. Глава 27 тоже является в этом отношении яркой, такой колоритной, выдающейся, потому что в конце этой главы описывается такой довольно необычный ритуал, в наше время полностью отсутствующий в церковной, имеется в виду жизни, когда собирается народ, огромное собрание, много тысяч людей там участвуют. Они выстраиваются двумя группами на двух разных возвышенностях, имеется в виду здесь гора Горизим и гора Гевал, это вот около городка Сихем, к северу от Иерусалима, такой центр Израиля, центр Палестины, и вот там озвучиваются постановления. Так вот, кто поступает так, кричит одна часть этого народа Божьего Израиля, тот будет проклят, отвечает другая часть собравшихся. И вот в этом повторении, в этом таком антифонном пении, антифонном проговаривании важных правил жизни израильтянина, вот эти правила и усваиваются, эти правила заучиваются, их заучивают дети, эти правила оказываются прошиты, сплетены с рутиной, с фактурой ежедневной жизни каждого простого или непростого еврея. Итак, переходим к чтению, комментированию 27 главы книги Второзакония. Итак, читаем. «Моисей вместе со старейшинами Израиля велел народу «Исполняйте все повеления, которые я возвещаю вам ныне». Вот, значит, видите, Моисей описывается в третьем лице, да, заметим, да, это очень важная деталь, ведь считают, что ведь он автор этого текста, но сам текст вроде бы об этом иначе говорит, да, он-то автор, но тогда почему рассказывается о нем в третьем лице? Да, мы и так вот он призывает. «Исполняйте повеления, которые я возвещаю вам ныне». Никакие повеления. Так вот, эти повеления изложены ниже. «Когда вы перейдете Иордан и вступите в страну, которую отдает вам Господь ваш Бог, вас двигните там большие камни, побелите их известью». Это, друзья, очень необычное повеление, предписание. Вообще, евреям запрещено было воздвигать камни большие, потому что воздвигать камни, ставить их вертикально, это было обычай хананеев. И, как правило, закон предписывает эти камни разрушать, повергать на землю, потому что эти камни, они посвящены богам ханаанским, да, Ваалу, Астарте и прочим божествам того местного хананинского населения. Но тут другая ситуация. Оказывается, нужно камни воздвигать, ставить, белить их известью, да, то есть делать их белыми, таким делать материалом, годным для чего. И вот для чего ниже описывается. И напишите, и запишите на них этот закон. Сделайте это, когда перейдете на ту сторону, чтобы вступить в землю, которую отдает вам Господь, ваш Бог, в землю, текущим молоком и медом, как и обещал вам Господь, Бог отцов ваших. Вот, дорогие друзья, очень такая интересная деталь. Оказывается, можно и нужно воздвигать камни, делать их каким-то таким полусакральным элементом. Ну, как можно? Вот только так можно, оказывается. Побелите и напишите на них эти слова, чтобы они не были объектом поклонения, чтобы они символизировали ни Бога, ни ангела, ни какое-то небесное существо. Нет, это нельзя. Они могут делать лишь одну вещь, а именно, они могут дать возможность, чтобы прочитали с помощью этих камней написанное на них слово. Слово закона, слово постановлений Моисеевых. «Перейдя Иордан, воздвигните на горе Гевал камни, о которых я говорю вам ныне, и побелите их известью. Воздвигните там жертвенник Господу, вашему Богу, жертвенник из камней, которых не касалось орудие железное». Ну, вот это вот очень важная топика, как можно создавать Богу жертвенники, а именно так. То есть нельзя, чтобы касалось этого камня орудие человеческое. Никакое ни зубило, ни рубило, ни молоток не должен обрабатывать этот камень. Тогда он годен к тому, чтобы быть жертвенником Богу, либо тем камнем, где записан закон Моисеев. «Воздвигните жертвенник Господу, вашему Богу, из необработанных камней, и совершайте на нем все сожжения вашему Богу». Ну, вот жертвенник, какая-то тут еще описывается стадия до Скинии, или какая-то параллельная традиция изложена здесь, потому что в Скинии там другое устройство. Но тут, вот видите, предписано, что камень может поступать как жертвенник Богу, и там можно делать все сожжение Господа, вашему Богу. То есть, что такое все сожжение? Сжигать подношение целиком. «Приносите на нем пиршественные жертвы, и ешьте, и веселитесь пред Господом, вашим Богом». Вот. Значит, принесли жертву, собрались там, и после этого веселитесь, после этого устроите пиршество, семейное застолье. Потому что подношение Богу, присутствуя около Бога, это есть то, что рождает радость на самом деле. А в чем выражается радость? Желание поесть, желание побыть кем-то вместе и устроить какое-то застолье. И в этом отношении, в таких простых рассуждениях, книга «Втерозаконие» оказывается одновременно и очень человечный, и очень такой, по-хорошему, наивный, и при этом все еще Божьим словом, все еще Писанием священным, который рассказывает нам о том, что вот так вот и надо Богу поклоняться и пред Ним предстоять, веселье. Запишите на камнях этот закон отчетливо и ясно. Запишите отчетливо и ясно закон этот. Какой закон? Вот видите, есть споры. Какой закон? Возможно, деколог или какой-то небольшой такой вот небольшой фрагмент, самый важный. Ну, едва ли можно было изложить всю книгу «Втерозаконие» или все «Тору» к тому же на камнях. И таких, как правило, обычаев мы не знаем, нам они не знакомы. Моисей вместе со священниками левитами сказал всему Израилю «Молчи и внимай, Израиль, сегодня вы стали народом Господа вашего Бога». Видите, торжественное событие, как будто бы Бог творит из этих людей, этих племен нечто новое. Раньше вы были не народом, ныне стали вы народом. Вот это событие описывается здесь на подступах к горе, извините, на подступах к реке Иордан перед завоеванием Ханаана. «Слушайтесь же Господа вашего Бога, исполняйте его повеления и предписания, которые я возвещаю вам ныне. Слушайтесь и исполняйте». Вот. Народ, слушающий и исполняющий, это есть описание самое лучшее Израиля. В тот день Моисей дал народу такое повеление. Вот описывается чин того самого ритуала на горах Горизим и Гевал, о котором я вам уже рассказал. И так вот описывается этот чин таким образом. «Когда вы перейдете Иордан, пусть племена Симеона, Левия, Иуды, Исахара, Иосифа, и Мениамина встанут на горе Горизим и благословят народ. А племена Рувима, Гада, Асера, Заволона, Дана и Нефалима, пусть встанут на горе Гевал и провозгласят проклятие». И так вот две горы, ну возможно не так уж две горы, да, вот есть какое-то пространство между горами и одна часть этого поля ближе к горе одной, другая, ближе к горе другой, и вот там и нужно было встать. Ну конечно же едва ли можно было докричаться сквозь расстояние разделяющие эти горы и нечто внятное уж донести. А может быть и можно было, да, люди кричали громко в древнем мире, возможно так все и было на самом деле. Две горы и там собираются люди, тысячи людей собираются и они эти вот слова они озвучивают, да, как-то пропевают, поют, провозглашают. Какие слова? А вот слова эти должны были сообщать левиты, а народ повторять. Итак, вот пусть левиты громко скажут всем сынам Израилевым двоеточие. И вот начинается описание двенадцати тех грехов, за которые ждет Израиль и еврея отдельного проклятия. то есть вот получается мы находим здесь еще один очередной список заповедей, да, уже не есть этих двенадцать. И конечно же в основном они связаны, они опираются на тот самый деколог, о котором мы говорили. Во второзаконии он находится в пятой главе книги второзакония, и мы находим здесь еще одно причисление, еще один список самых главных пороков, которые могут евреев охватить и сделать их объектами Божьего проклятия. Слово такое довольно сложное, да, слово такое довольно сильное, как это Бог может проклинать, как это можно пропевать проклятие, и конечно же для новозаветного сознания это все немножко необычно, да, но вот, но видите в чем суть, но вот просто описывается реальность, может быть такая реальность неблаговидная, неблагозвучная, даже в чем-то неприличная, но это реальность, так устроен мир, а именно праведность рождает благословение, грех рождает проклятие, каким бы ни были вот такие вот внешние формы греха, какими бы ни были эти формы благовидными, торжествующими, просветающими, успешными, эффективными, все равно конец этого пути он обозначен здесь, венец грешника такое проклятие, такое проклятие, вот и все, значит, отмечают комментаторы, что есть нечто общее, роднящее между собой эти пороки, эти грехи, это такое общее, значит, это касается очень часто во многом личной, приватной жизни человека, то есть приватность, и в этом отношении эти заповеди, это 12 словия предписывает, предписывает еврея быть праведным и в личном отношении тоже, приватным, интимным, никому не может быть неведомым, неведомым, будь благочестив здесь так же. И вот читаем эти самые слова или заповеди, первое слово такое, кто сделает извояние, литую статую, это есть пред Господом мерзость, творение ремесленника, и тайно сделает все это, поставит тайно, видите, нечто такое приватное, личное семейное святилище, никому неизвестно, никому не ведомое, твое личное святилище, и там есть статуя, которую ты сам заказал, изготовил, установил, так вот, вердикт один, да будет проклят, и пусть народ весь скажет, да будет так. Вторая заповедь, второе слово, кто оскорбит отца или мать, да будет проклят, и пусть весь народ скажет, да будет так. Ну, видите, ну, разумеется, заповедь и первая, и вторая, и знамя сейчас читаемых, это есть такие парафразы, пересказы, заповедей издеколога, потому что и там есть про поклонение кумирам, да, и запрет на такую практику, и там есть слова про почитание отца и матери, вот здесь повторяются эти самые библейские, всем нам известные заповеди издеколога, десистословия. А дальше будет немножко необычная вещь, кто сдвинет межу ближнего, да будет проклят, и пусть весь народ скажет, да будет так. Ну что такое межа, да вот нам вот видите не совсем это понятная вещь, но людям, которые занимаются на поле, на земле, все понятно, да, потому что есть твое и есть не твое, есть чужое, есть то, чем ты управляешь, и есть то, чем ты не управляешь. Ну в наше время есть конечно же разного рода карты, чертежи, есть межевание, какие-то есть реестры, землепользование, есть все зафиксировано. Но вот видите, в древние времена такого ничего не было, да, и все это было, определялось обычаем, да, обычай фокусировался, был связан какими-то межевыми знаками, да, вот ручей, элемент межи, да, какой-то камень, какая-то скала, какая-то роща, и вот все границы участков проходили именно по этим краям. Так вот, очень часто возникал соблазн у человека, когда он был в силе, когда он был в апогее своего какого-то могущества, расцвета силы, он был на коне, он был удачлив и успешен, у него был соблазн подвинуть эти камни, потому что соседи, они ленивые, они слабые, они никчемные, им это не надо, а мне надо. Поэтому очень часто возникала такая практика, такой соблазн передвигать межевые камни, чтобы у тебя было больше, а у соседа меньше. Ну, в наше время тоже, видимо, это имеет место быть, да, потому что все еще есть крестьяне, и в России тоже крестьяне есть, и тоже есть споры на землю, ну, есть другие разные, там, не знаю, в фортире коммунальной, да, может быть, тоже есть соблазн захватывать пространство, нельзя его захватывать, да, твое это твое, чужое чужое, да, ну и прочие вещи, парковка какая-нибудь около дома, короче, эта заповедь предписывает нам беречь свое и не претендовать на чужое, поступающий так будет проклят. Читаем дальше. Кто поведет слепого по неверной дороге, да будет проклят, и пусть весь народ скажет, да будет так, очень необычное, такое какое-то уникальное предписание, заповедь, касающаяся поведения тебя по отношению к тому, кто не имеет возможности сам ходить, да, управлять своей жизнью, какой-то инвалид, слепой, да, короче, слабый и беззащитный член общества, ведущий его неправильной дорогой, пытающийся как-то при этом нажиться, какую-то получить личную выгоду, его судьба, она печальна, ты будешь проклят. Наживаться, издеваться, смеяться над теми, кто и так обижен вот своей жизнью, своей судьбой, это есть поведение, достойное проклятие со стороны Бога. Дальше развивается мысль по отношению к попранию прав людей уязвленных и беззащитных и слабых. Итак, читаем. Попирающий права переселенца, сироты и вдовы, да будет проклят. И пусть весь народ скажет, да будет так. Видите, развивается тема, да слепой через запятую сирота, вдова, переселенец, это все те, над кем очень легко было проявить свою власть. Ты же израильтянин, ты же полноценный член общества, ты же полноправный житель, у тебя же есть власть и возможность кого-то поработить, обсчитать, кого-то какое-то привить насильно по отношению к ним, ты это можешь делать, и поэтому ты это однажды будешь делать, но помни, поступающий так будет проклят. Дальше возникает большой, такой расширенный перечень разного рода половых преступлений. Вот, в декологии есть только одна заповедь, не прелюбодействуй, и она касается, как мы уже разбирали с вами, касается довольно такого узкого, однозначного, конкретного типа половых вот таких вот аномалий. Это имеется ввиду сексуальное отношение с женой израильтянина. Вот, это есть прелюбодеяние, оно запрещено в декологии. Здесь эта тема, она, видите, она развита, она расширена. За счет нам кажущихся диких, но для древнего мира может быть не совсем были такие дикие вещи, поэтому нужно было эти вещи проговорить и объявить поступающий так, он проклят. Итак, вот давайте прочитаем эти самые постановления. Кто ляжет с женой отца, тот поднимает край его одежды, тот да будет проклят. И пусть весь народ скажет, да будет так. Ну, видите, ложащийся с женой своего отца, да, ну, тут это не мать твоя, конечно же, имеется в виду, не мать твоя, вот, тут имеется в виду, либо вторая жена твоего отца, да, ну, потому что в те времена были гаремы, впрочем, гаремы быстро, они уходят в прошлое, либо какая-то наложница, любовница твоего отца, так вот, вступающий в отношения половые с тем, кто является партнером половым твоего отца, он проклят, поступать так не надо, потому что это есть такого рода отношения, есть род какого-то неуважения, презрения, унижения своего отца, своего отца унижать нельзя, поступающий так будет проклят, читаем дальше, кто ляжет с каким-либо животным, да будет проклят, и пусть весь народ скажет, да будет так, ну, какое-то скотоложество имеется ввиду, для нашего, понимаете, народа вещь непредставимая, какая-то вещь, какая-то из какого-то фильма ужасов, но для народов, наверное, каких-то скотоводов, это было что-то, ну, более-менее иногда приемлемое, так вот, для еврея это есть вещь недопустимая, поступающая так, будет проклят, кто ляжет с сестрою, запятая, дочерью своего отца или своей матери, да будет проклят, и пусть весь народ скажет, да будет так, ну, имеется ввиду, видите, сестра полноценная, да, по отцу и матери, или какая-то сестра сводная, по отцу или по матери, этого рода родственные отношения исключают возможность интимной жизни, не бывает такого, нехорошо, инцест плохо, это разрушительная, токсичная, уничтожающая вещь, поступающая так, да будет проклят, дальше, кто ляжет с тещей, да будет проклят, и пусть весь народ скажет, да будет так, ну, еще одна, уточнена категория людей, с кем нельзя иметь отношения интимные израильтянину, теща тоже, ну, видите, конечно же, во всем этом есть своя очень глубокая правда, правда, да любая правда, связанная с психологией, с биологией, с медициной, с эмоциональной сферой, ну, со всем, поступать так нельзя, лучше от всего этого воздержаться, в наше время сказали бы, что это нездорово, да, или как-то жестоко, или как-то вот, может быть, неуважительно, но для древнего мира все это было понятнее, когда выражалось языком религии и божьего вердикта, поступать так, грех, поступающий по греху, живущий греховно, он богом проклят, дальше, кто тайно убьет ближнего, да будет проклят, и пусть весь народ скажет, да будет так, ну, это, видите, заповедь об убийстве, да, это у нас заповедь шестая, она тут как будто уточняется, в декологии все просто, не убей, точнее, не совершай незаконного, противозаконного убийства, убийства какого, тут уточнено, а вот такого тайна, из-под тишка, какой-то заговор, да, вот, ловушка, без решения суда, без законного основания, поступающий так, убивающий так, будет проклят, еще одно уточнение заповеди шестой об убийстве, кто возьмет мзду за убийство, за пролитие невинной крови, да, будет проклят, и пусть весь народ скажет, да, будет так, ну, берущий мзду за убийство, то есть, наемник, убивающий, не потому, что так решил суд, не потому, что есть закон основания, а потому, что это есть род его бизнеса, я так живу, я так зарабатываю, зарабатывать так означает одно, ты будешь проклят, и последнее предписание такое, кто не станет следовать этому закону и исполнять его, да, будет проклят, и пусть весь народ скажет, да, будет так, вот это вот сильное место, да, будет проклят, так можно его назвать, оно заканчивается, 27-я голова этими словами тоже закончена, конечно же, для христианина эти призывы к Богу, да будет проклят, звучат довольно чудно, необычно, мы никогда об этом Бога не просим, мы никогда к Богу с этим не обращаемся, но вообще-то говоря, так обстоит жизнь, да, и Ветхозавет так немножко прямлинейно, наивно, по-детскому это все и излагает, поступающий таким образом, он имеет жуткую, ужасную судьбу, не поступает так, о, еврей, не поступает так, о христианин, и тогда ты и твои дети, твоя семья не будете прокляты. Дорогие друзья, на этом все, голова истолкована, из Петербурга, портал экзоге.ру, спасибо за внимание, с Богом, не болейте.